Во все самые большие фирмы. И естественно, она заработала огромные деньги. Но я, вы знаете, никогда не занимался финансовыми проблемами, и никогда не ставил никаких условий. И мне не важно было, что там они там, кто-то что-то платил. Тут мне ничего просто, не то, что не заплатили, меня не поставили в известность. И не спросили, хочу ли я или нет. Но фирма «Мелодия» заработала ведь очень большие деньги. А кроме того, вот сейчас, когда мне наш русский диск, вот эти лазерные диски, которые сейчас делают, предложили сделать три диска, и когда я взял свои записи на радио, посмотрел, то на многих стоит индекс. А индекс мелодии стоит на них. И мелодия не разрешает использовать эти записи. Но вы знаете, это дикс какая-то. Да значит, меня уже не один раз обокрали. Выходит так. Ну ладно, бог с ним. Короче говоря, эти записи вышли и Хессмайстер Войс, знаменитая фирма, и Эуродиск, западный, германский, гамбургский фирма, и отделение Хессмайстер Войс итальянское выпустило. Анджела, это американская фирма. И многие-многие другие, даже и японцы, они выпустили эти пластинки. Ну, приятно, конечно. Вот видите, тут вот несколько опер, которые там были выпущены. Ну и вы знаете, конечно, мне приятно иметь это и как документ, и потом очень хорошее, так сказать, качество выпущенных пластинок. Ну, наши фирмы, то есть наша фирма Мелодия, вот она выпустила в Мазепу, тоже с моим участием. Вот опера Мазепа. Тут тоже, я уже говорил, хороший очень состав. Алексей Петрович Иванов, замечательная Мазепа. Нина Покровская, прекрасная Мария, замечательная Любовь, Давыдова, Большаков, Андрей. Ну, а я пел Кочубея. Но сейчас это тоже выпущено, и на Западе тоже выпущено. Ну, вот выпустили князь Игорь, оперу «Князь Игорь». Причем здесь фирма меня попросила, фирма, чтобы я исполнил самого князя Игоря. И здесь, вот в этой опере, я в качестве князя Игоря. Хотя на сцене князя Игоря я никогда в роли князя Игоря не выступал. Только запись. Но в этой опере, когда мы гастролировали в Милане, я сразу выступал в двух ролях. Это уже по просьбе и предложению нашего руководства Большого театра. Сначала я пел Галецкого в первых трех картинах, затем перегримировался и пел Кончака, Хана Кончака. Должен сказать, это тоже очень трудно. Это когда-то делал великий Федор Иванович Шаляпин. Но на то он и Шаляпин, он мог все что угодно сделать. Ну, а тут я тоже попробовал и мне, в общем, это удалось. И в Милане я выступал в двух сразу ролях. Вот еще вот есть такая хорошая запись. Это Дон Карлос Верди. Дирижировал, и здесь на записи замечательный болгарский дирижер Найденов. Вот, теперь Дон Карлоса поет Зураб Анжепариза. Прекрасный певец и замечательный у него звучит. Тамара Милашкина Королева. Ирина Архипова, тут она тоже блестяще поет Эболи. И все поет в тоне, ни одной нотой, ни куска нигде не транспонируя. Ну, Ярославцев хороший, тут этот самый великий инквизитор. Маркиз Депозова Лайтис. А я пел Короля Филиппа. Но, это была тоже очень интересная работа в Большом театре. И я с большим удовольствием и с большой теплотой вспоминаю весь репетиционный период. И всю вот эту нашу работу. Понимаете, эта опера одна из, так сказать, из лучших, ну, одно из лучших произведений Верди. Ну, может быть, она, как немного уступает, там, Отелло или Аиде. Но, эта опера чрезвычайно красиво написана, вокально. Красивый, мощный, а подчас и нежный оркестр. Ну, Верди оркестр, вы понимаете, это тоже ведь, это красота. Ну, а кроме того, Верди так чутко почувствовал драматургию вот этого произведения. И это он все выразил в своей изумительной по красоте мощи и содержанию музыки. Ну, петь Верди вообще это одно удовольствие. Ну, должен сказать, ведь я еще во многих ролях выступил в Большом театре. Ну, это Мельник в Русалке. Понимаете, это была одна из последних моих ролей. Но, тоже жалко, что я уже заканчивал свой творческий, свой певческий век в Большом театре. А ведь я пропел почти 30 лет в Большом театре. Причем самый трудный, самый большой репертуар я нес в Большом театре. А затем Грозный в Псковитянке тоже была партия очень интересная, в которой я все же успел выступить. Ну, и должен сказать, что много еще всевозможных ролей. Ну, например, Король Роне в Иоланте. Я очень любил эту партию. Небольшая, но очень трудная, вокально трудная. В особенности Ариоза Короля Роне. Она требует от певца более двух октав, чтобы он свободно владел своим голосом. Понимаете? Так что, вот, вспоминая все свое, ну, творчество, в особенности в Большом театре, должен сказать, что это было великое счастье работать. Работать с такими изумительными дирижерами. Ну, еще раз я повторю. Ну, дирижеры какие? Я еще застал Льва Петровича Штейнберга. Изумительный дирижер. Я с ним пел Реквим Верди. Первое мое было. С ним такой творческий союз. А затем я пел Ваиди, царя Ваиди. Ну, а затем пел, и он еще пел, дирижеролог князем Игорем и Агалицкого пел. Но затем такие дирижеры, о которых я и говорил, это дирижеры самого высшего класса, но такой, как Пазовский. Затем Самосуд, затем Голованов, а потом Меликпашаев, Небальсин, Хайкин, Кондрашин. Сколько было изумительных музыкантов и изумительных дирижеров. И как же звучал оркестр красиво. И певцы пели изумительно. Вы знаете, когда становились за пульт эти вот мастера, нас не надо было упрашивать или на нас кричать. Часто, правда, дирижеры или режиссеры покрикивали. Но дело-то в том, что большинство нас, людей, ну, именно творческих людей, сразу как-то собирались, вдохновлялись, и все было, в общем, в общей концепции, или репетиции, или спектакли. Ну, а какие режиссеры? Я еще застал Лосского, который, это был певец, который был соратник Шаляпина. Ну, он такого характерного был плана. Если Шаляпин пел, предположим, Базилио, а Лосский был блестящий бар. Шаляпин пел, ну, например, Дон Кихота, а этот Санчо Панса. Вот, понимаете, это... И Лосский был прекрасный актер, и он был очень хороший режиссер. Он поставил много спектаклей в Большом театре. Ну, затем Тициан Епифанович Шарашидзе, прекрасный режиссер. Евгений Николаевич Саковнин. Я вот вспоминаю, прекрасные были мастера, сцены, как они ставили, а какой был изумительный и балетмейстер, и режиссер Ростислав Владимирович. Как же, извините, я забыл. Захаров. Да. Он ставил балеты, и это было откровение. Ну, Бахчисарайский фонтан, Золушка. Это он делал превосходно. Но он ставил оперы. Он поставил Вильгельм Тель, изумительно. Он поставил Кармен, прекрасно. И замечательно он поставил Руслана Людмила. Я помню, какая это была интересная работа. Ну, затем Туманов Иосиф Михайлович, прекрасный режиссер. Ну, Борис Александрович Покровский, тоже прекрасный режиссер, с которым я много работал. И вот опять-таки скажу, что, пожалуй, один из самых, на мой взгляд, больших мастеров, это Леонид Васильевич Баратов. Ну, и кроме того, я должен сказать, о художниках я уже говорил, но Федор Федоровский. В особенности русские спектакли никто не мог так поставить. Вильямс был замечательный тоже художник. И Вадим Федорович Рындин. Вот я называю самых таких больших. Это были великие мастера. Но, кроме того, я должен сказать, ведь в Большом театре и концертмейстеры, которые с нами разучивали партии, они были такие музыканты, что бывало так, вот готовишь партию с концертмейстером, ну, вот я с Брикером готовил Сусанина, а когда пришел я сдавать партию дирижеру, Небальсину, тот после первого акта мне сказал, да вы знаете, мне вам даже нечего сказать, я не знаю, как сделать, какое вам замечание. Вы все так поете, как я дирижеру. Я говорю, так это заслуга не моя, это заслуга вот Брикера, нашего концертмейстера. Вот это он все мне вложил. Вы понимаете? Были замечательные концертмейстеры, но кроме того, какой был оркестр? Как он играл? Ведь оркестр, когда вставал за пульт настоящий мастер, настоящий дирижер, только и он издаст первый аккорд, вы уже чувствуете, что другой никакой оркестр так сыграть не может. И хор Большого театра тоже звучал изумительно. Какие были хормейстеры замечательные, как они управляли хором? Ой, 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 ой. Это только вспоминаешь, как, вы знаете, как что-то далекое, но чересчур близкое, по душе. Ты вот работал, ты вместе с ними творил, и это осталось и в твоей памяти, и в твоем сердце. Прекрасные были времена. И недаром, вот те годы, 50-е, 60-е, их называют, многие вот сейчас говорят, что это был золотой век Большого театра. Ну уж я не говорю, какие были певцы, или какие были балерины, артисты балета. Изумительные. Да, был золотой век Большого театра. Я уже говорил, что я с удовольствием пел виоланте короля Рене. И вот, после одного спектакля, когда я, значит, как раз выступал в этой роли, ко мне за кулисы вдруг пришел Александр Степанович Пирогов. Наш изумительный бас, замечательный артист. И говорит, Иван Иванович, ну что же вы так меня заинтриговали? Я говорю, а что такое? Да как же? Я читаю в афише вдруг какой-то новый бас. Иван Иванович Петров. Кто это такой? И поет вдруг сразу такую партию. И я действительно заинтересовался и пришел в театр. И на тебе, это оказывается вы. Что случилось? Почему Петров? И я ему рассказал. Я говорю, вы знаете, Александр Степанович, вот что произошло. Тут я говорю, я вот пел во вражесилии «Ерюбку». И вдруг в ложе появился Сталин. В Антракте туда в ложу был приглашен директор театра. И он имел разговор со Сталином. И директор пришел ко мне за кулисы и говорит, Иван Иванович, вот сейчас я был в ложе у Иосифа Иссарионовича Сталина, и он вот удивился, откуда у этого певца, причем обладателя вроде хорошего голоса и музыкального человека, и все, откуда такая фамилия? Ведь он с такой фамилией в Большом театре сейчас мы только что закончили войну с немецкими оккупантами, с гитлеровцами, и вдруг опять немецкая фамилия. Вы знаете, скажите ему, что я его прошу подумать, чтобы он взял другую фамилию, взял псевдоним. А у нас многие были с псевдонимом. Ну, Иван Павлович Стрельцов, он по сцене он был Бурлак, понимаете? Ну и многие такие. Так, много было таких. Ну вот, ну короче говоря, я говорю, ладно, я подумаю. Значит, я пришел домой, посоветовался с женой, со своими родственниками, даже позвонил Наталью Демитриевич Пиллер, у нее же тоже немецкая фамилия. Она говорит, ну ко мне никогда никаких претензий не было. И говорит, да ничего, Иван Иванович, забудется и все будет по стару. Но не забылось. Я выступал в другом спектакле, уж не помню, Онегин это был или князь Игорь. И вдруг опять Сталин пришел в театр. И опять вызывает директора. И говорит, ну что же вы молодому человеку мне сказали о моем пожелании? Он говорит, конечно сказал, ну напомните ему еще один раз. И вот он приходит опять ко мне за кулисами, Иван Иванович, Иосиф Виссарионович, вот сейчас я был там за кулисами, мне сказал еще один раз, чтобы вы подумали о том, чтобы взять псевдоним. А ведь третьего раза может и не быть. Представляете, я пришел домой и, значит, стал это обсуждать со своей женой. Ну, спокойной моей женой. И вот, вот она, кстати, вот здесь на фотографии. это мы где-то в аэропорту в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. И, значит, когда я ей еще раз все рассказал, она говорит, ну, возьми какой-нибудь псевдоним, ну, естественно, русский. Я говорю, а знаешь что? Что мы будем от добра искать добро? У тебя фамилия Петрова, я беру твою фамилию. И написал заявление и с этих пор я стал Петровым. Вот уже в этом спектакле видите, я стал Петровым. Ну, Пирогов очень, конечно, рассмеялся, пожелал мне успехов, так сказать, с новой моей фамилией, с моим псевдонимом. И, действительно, вы знаете, эта фамилия как-то ну, хорошо пришлась к моему двору. То есть, я с этой фамилией объехал весь мир, ведь я побывал в 25 странах, причем, раз в 60 я выезжал на рубежные гастроли, и по всему огромному нашему бывшему Советскому Союзу гастролировал. И эта фамилия никого не шокировала, наоборот, мне как-то даже стали говорить, что вот было два больших певца, это Осип Афанасьевич Петров, затем Василий Родионович Петров, и вот еще один Иван Иванович Петров, третий Петров. Бог Троица вроде любит. Ну, вот так я и стал Петровым. Недавно почти семь десятков лет. Да, не почти, а просто семь десятков лет. Вот я вспоминаю себя мальчишкой, мне было, ну, где-то шесть-семь лет. Я родился в городе Иркутске. вы сами понимаете, это была тогда далекая Сибирь, очень далекая. На поезде нужно было ехать почти шесть суток. Вот, но какая же была красота. Город Иркутск расположен, через него вернее, протекает изумительное по красоте река, река, красавица ангара, широкая, чуть ли не в километр, шириной, глубоководная, ведь посредине течения такое, посмотришь, если на лодке выйдешь, или с понтонного моста, посмотришь, глубина метров 10-12, но вода хрустально чистая, абсолютно прозрачная, видно даже вот такая, несмотря на такую глубину, видно все дно, все камушки, и видны рыбы, которые плавают, а ведь рыбы-то какие, ой, боже ты мой, вспоминаю рыбы, ну, всем известный хариус, это речная рыба, это форель речная, но очень красивая, и очень вкусная, кстати, сказать, дальше этой же породы, лососевой породы, ленок рыба, ну, средний размер, ленок это где-то 2-3-4 килограмма, но были и такие огромные рыбины, чуть не до 10 килограммов, ленки такие, и это, пожалуй, одна из самых вкусных рыб, потому что, по сути дела, кроме хребта и ребер, нету костей, мясо очень вкусное, нежное, замечательное, ну, и, кроме этого, исполинские речные лососи, таймени, вот таймень, он обитает во многих берегах, во многих реках Сибири, вообще севера, ну, вот я помню, мой папа и два моих брата, Евгений и Владимир, они были не то, что заядлыми рыболовами, они были мастерами своего дела, они были настоящими рыболовами, причем, у нас в доме всегда был избыток вот этой вот изумительно вкусной и полезной рыбы, и что интересно, ведь вот эта рыба, в особенности таймень и ленок, у нее жор начинался перед ледоставом реки, это самый был большой жор, когда все рыбаки, ну, такие настоящие, выезжали на лодках и вот ловили этих рыбин, но дело в том, что уже тогда зима была уже довольно новоморозной и крепкой, потому что ангара вставала, то есть покрывалась ледяным покровом где-то в середине января, а это уже был разгар зимы, холода уже достигали 25-30, а может быть даже и больше градусов, и вот эту рыбу выловленную, когда привозили домой отец и мои братья, мы ее, ну, не я, конечно, но они обваливали ее в снегу, получался такой, знаете, снежный покров у рыбы, потому что он моментально застывал, и в холодную кладовку, в чулан ставили эти рыбы мордой вниз вот так к стене, и причем это было не одна, не две, а там их несколько десятков таких вот рыбин, и что интересно, вот мама, когда она готовила что-то, ну, какое-то рыбное блюдо, или она, или отец, или братья мои, брали обыкновенную пилу, ножовку, и отпиливали кусок вот такой рыбины, и когда она оттаивала, ну, ее обжаривали, или там делали даже пироги рыбные, какая это была вкуснятина, замечательная, ну, вот, и вот эта ангара, она несла такие воды, она вытекала из Байкала, это единственная река, которая вытекала из Байкала, и вытекает и поныне, только она сейчас очень сильно изменилась, ну, вот, так вот, она была идеально чистой, мы просто ведь брали, ну, или в руки просто брали, или наклонялись, пили эту воду, или в стакан, если в стакан воду возьмешь, стакан сразу запотевал, он становился потный, и весь в пузырьках, вот такая была изумительно вкусная вода, но сейчас, я повторяю, я был потом на Байкале, и в Иркутске съездил, посмотрел, и меня, знаете, просто, озноб у меня шел по телу, как, как же все испохаблено, как изумительно человек преобразовал природу только в худшую сторону, понимаете, ну, вот, значит, вот у нас была семья, мама, Проскоя Федорна, и отец, Иван Иванович, ну, по фамилии мы были Крауза, причем, отец моего отца и дед, они тоже были, ну, тоже были по фамилии Крауза, и оба тоже были Иваны Ивановичи, ну, вот, и в конце концов, и от отца, и ко мне перешло то же самое, я стал Иван Ивановичем Крауза, вот мой отец, этот снимок сделан, когда он служил в гренадерском полку, он был высокого роста, вот как я, ну, где-то около метра девяносто, такой могучего сложения, был очень, ну, и, по-моему, даже был очень красивый человек, понимаете, вот, но, а вот моя мама, Проскоя Федорна, ну, она, ну, просто была хорошая мать, хорошая домохозяйка, все у нас было в доме чисто, убрано, всегда было всего полно, и несмотря даже на те годы, когда все-таки были затруднения с продуктами, ну, это повсеместно было, не только у нас в Иркутске, но мы не испытывали никаких трудностей, и благодаря чему? В первую очередь, благодаря вот этой рыбе, которую ловили отец и мои братья, и когда мы шли на базар, и, предположим, несли эту рыбу, можно было поменять на все, что угодно, не купить даже, а просто обменять, ну, вот, отец мой, он, кроме всего, был еще мастер на все руки, он умел и заниматься и столярными работами, и был прекрасный плотник, но самое главное, он был замечательный слесарь, и то, что он делал, это просто вызывало изумление и восхищение людей, которые с этим соприкасались, ну, например, все рыболовные снасти, он сам делал своими руками, удилища клеил из каких-то там пород дерева, прикреплял вот эти вот отверстия, дужки, где проходила леска, и это все было сделано с таким мастерством, что это нельзя было отличить от фабричного, от фабричного продукта и изготовления. Ну, дальше что? Он сам делал катушки, вытачивал их из эбонита и бакхета, вот такие были, но материалы, из которых он это делал, причем это делал очень тоже все очень и красиво, и прочно, и это для рыбаков и для рыболов, конечно, было замечательно и удобно и приятно. Ну, кроме того, отец сделал норвежские коньки. У нас, у него были какие-то определенные штампы, где он вот штамповал из этого, из такой, из столистой, из столистого тонкого материала, вот эти вот основы, куда впаивался вот само лезвие конька, и все это он так делал, что удивительно было. Ну вот, мы в Иркутске снимали дом, ну, он дом одноэтажный, ну, там было несколько комнат, снимали мы, тоже у немца был, обрусевший немец, Отто Карлович Юнг, вот мы у него снимали этот дом. Ну, что интересно, в доме, значит, ну, была большая кухня, большая такая, большое помещение, типа, ну, где собирались гости, вот, гостиная, была большая столовая, была спальня матери и отца, и у нас, у ребят, тоже были свои комнаты. Ну, короче говоря, мы жили там очень хорошо, я вспоминаю это, как волшебную сказку. У нас было несколько лодок, мы жили на берегу реки, прямо вот через дорогу перейдешь, опускаешься несколько метров, и красавица ангара. У нас была и моторная лодка, и несколько таких весельных лодок, на которых мы, конечно, проводили очень много времени. И часто даже ездили почти на Байкал, хотя Байкал от Иркутска где-то километров, наверное, 50, не меньше. Ну, вот, и ездили на прогулки, купались, конечно, в ангаре, хотя вода была очень холодная. Ведь в ангаре летом, в жару, вода 7-8 градусов, выше она никогда не была. Ну, вот, наверное, поэтому она и была такая вкусная. Вот. Ну, должен сказать, что город был со всех сторон окружен тайгой. То есть вы идете на окраину города и входите в тайгу. И часто очень в наш город, а город довольно большой уже был в то время, приходили такие интересные гости, ну, всякие там, типа косуль, и приходили и косолатые мишки тоже навещали наш город. Вот что ведь интересно. Но мы, мальчишки, чем мы в основном занимались? У нас были своего рода орудия производства для рыболовства. Я вот, например, брал, значит, палку, такую, ну, где-то метра полтора, может быть, два, а к концу палки с одной стороны я приделывал вилку, приматывал ее туго проволокой, даже пробивал как-то гвоздиками, чтобы она крепко держалась. И вот эта вилка нам заменяла острогу. Ну, правда, мы ловили на эту острогу этой острогой маленькую рыбу, это были такие гальянчики, ну, такие вот сантиметров по 10, по 15, такая рыбка коричневого цвета с черными полосками. Ну, вот, и еще у нас была такая распространена рыбка широколобка. Это вроде бычка под каменщика, она под камнем и жила. Впрочем, как и гальян тоже. Так вот, мы одной стороной этой своей остроги поднимали камушек, если видели там гальяна или широколобку, мы его, значит, добывали вот этой вилкой. Ну, куда шла эта рыба? Ну, конечно, нашим кошкам в основном. Ну, короче говоря, я вот вспоминаю озеро Байкал, Ангару, вот тайгу. Какая же была красота! Ведь войдешь в тайгу, там идешь, идешь, и вдруг попадаешь на какую-нибудь поляну. Много было таких, знаете, перелесков и полян. И эти поляны все усыпаны цветами. Это огромные, чуть ли не вот в мой рост тогда, вот я был мальчишкой, ирисы, причем величиной с кулак эти цветы, красавцы. Или царские серьги. Это лилии тоже вот такие какие-то, они назывались серьгами, потому что вот они имели вот такие вот какие-то, ну, колечки. Они были тоже такого розового цвета и с черными пятнышками, очень красивые. Правда, они были, эти цветы не имели запаха. Ну вот, а сколько ягод было в Сибири, боже ты мой! Причем интересно, вот мы, вся семья, собиралась, значит, садились на моторную лодку, а на моторной лодке еще брали на буксир обыкновенную лодку. И вот вся семья, отец, мать, две сестры моих, Галина и Анастасия, и два брата, Владимир и Евгений, отец, все мы ехали на Байкал собирать ягоды. Причем сколько же было этих ягод? А каких? Ну, малина, ну, смородина, черника, голубица, причем в колоссальном количестве. Так что здесь делал мой отец? Он брал толстую, столистую проволоку, ну, такую, ну, наверное, полмиллиметра, такого диаметра проволока, и делал, вот из проволоки, проволоки, ну, вот типа вилл, только частые, частые очень-то, такие были вот эти вот, лучи, такую лопатку, и вот когда этой лопаткой подведешь под чернику, или там под бруснику, или, да, или клюква где-то попадалась, и поднимаешь ее, все листики и ветки проходят, а тут остаются только ягоды. И вот у нас всегда был большой запас этих ягод, замечательно. Ну, а всей семьей мы ездили на добычу кедровых орехов. Причем, это тоже у нас было всегда по нескольку мешков этих орехов. Мы, значит, уже, отец знал эти все места, мы ехали тоже на лодках, ехали в эти, в эти как раз угодья, где, где вот много было кедра, причем, как интересно добывались эти кедровые орешки. Ведь они находились в довольно большого размера шишках. А как эту шишку добыть? Ведь кедр очень высокий, по сути дела, всегда внизу у него нету никаких веток, они начинаются где-то со средины ствола, и туда забраться очень трудно. Так вот, заранее уже были приготовлены вот такие большие, как большие поления, такие колотушки, они, значит, здесь было просверлено отверстие, куда вставлялся, крепко вставлялся, вот шесть, шесть несколько метров вышиной. И вот этот шест приставлялся к стволу, а с той стороны к нему была прикреплена веревка, так, чтобы плотно, и вот когда оттягивали мы этот, эту вот, эту колотушку, и потом отпускали, она ударяла по стволу, и тут шел град этих шишек, тут только береги голову, потому что можно получить хорошие шишки от этих шишек. Ну вот, когда мы их привозили домой, то вся семья начинала разделывать эти шишки, то есть их шелушили и добывали только орешки. Потом эти орешки на больших противнях, противни, вот в которых жарили там пироги, раскладывали и в печку, и закаляли. И вот эти закаленные орехи у нас служили, ну, у нас были, они были круглый год. Сейчас, конечно, это дефицит и почти их нигде не достанешь. Но, кроме всего, мы еще делали и большую заготовку грибов. И тоже там у нас были такие места, вот Усолье называлось такое место, где масса была грибов. В основном, что мы собирали, какие грибы? Грузди. Причем, нужно сказать так, что тоже, опять-таки, вся семья выезжала. собирать эти грибы. Мы брали с собой несколько таких бочек таких больших довольно. Брали все специи, которые нужны для засолки. И соль, и там всякие листья от смородины и все прочее. Это все брали с собой. А там собирали эти грузди. Тут же все это промывалось в реке и пластами складывалось и эти полные кадушки мы привозили к дому. Но ведь надо теперь как-то поднять наверх, а не так-то просто поднять такую кадушку, которая весит несколько пудов. Значит, что делали? Делали из досок такие сходни, ставили и по этим доскам веревками и подталкивая тащили эти кадушки наверх. А потом опускали их в погреб. У нас во дворе был погреб, который набивался снегом, там образовывался лед. И таким образом вот так же жила наша семья. Очень интересно, очень дружно. Но потом я не знаю, кто подал мысль моему отцу, кто-то из тех людей и тоже из наших иркутян, которые уже жили в Москве. Что в Москве хорошо можно очень устроиться и с работой хорошо все. И короче говоря, наша семья поехала в Москву. Переехали мы в Москву в 1930 году. Мне было 10 лет. И когда я приехал в Москву и пошел в школу, то мне было очень странно и смешно, что мальчишки в особенности, да и девчонки тоже, ходят укутавшись в какие-то шубы, одевают эти самые шапки и завязывают уши, чтобы не замерзнуть, а на улице всего 5, 6-8 градусов. А я смеялся над ними. И я ходил, вельветовая курточка у меня была, штанишки, ботиночки, и никакого пальто, никакой шапки, ничего. И все тут меня уже стали называть, что я говорили так. Вы знаете, вот приехал из Сибири какой-то сумасшедший, вы посмотрите, он чуть ли не в трусах ходит в школу. Понимаете? Но потом-то я понял через год, через два, что я зря над ними смеялся, потому что я тоже привык к этому климату, я акклиматизировался, и так же мне стало холодно, как этим ребятам, и так же я стал ходить в пальто и в шапки. В общем, я акклиматизировался. Ну, что интересно, вот чем же я занимался, когда вот мне было 10-11 лет, когда я переехал в Москву. Ну, должен сказать, тогда силу набирал футбол. И мальчишки, мы все мечтали о чем? Где-то погонять мяч. А где погонять? Ну, во дворе. Ну, во дворе какие-то обозначены были ворота, мячик откуда-то доставали, и начиналась вот эта вот футбольная эпопея во дворе. Но ведь она часто кончалась неприятными сюрпризами. Вдруг с огромного хода мяч влетал в окно, если оно было закрыто, оно разбивалось, а если оно было открыто, он влетал в квартиру, и там тоже наносил всякий ущерб хозяю. ну, ну, в особенности хозяйки нас за это очень ругали, и часто, когда мяч попадал туда, потом мы уже его не могли получить, но во всяком случае, вот футбол. я должен сказать, что через некоторое время, когда мне уже стало лет 14, меня заметили, мастера футбола из Динамо, я помню, мы ходили на стадион Динамо, так как он был самый близкий к нам, и там мы смотрели, как играют юношеские команды. Я где-то попробовал там свои силы, и подошел один из мастеров тогда, я уж не помню, кто искал, слушай, парень, у тебя хорошие задатки, из тебя хороший выйдет футболист, и смотри, какой у тебя удар сильный, но ты, правда, высокого роста, тебе скорее нужно играть в защите. И вы знаете, я начал играть за детскую команду Динамо в футбол. Но, вот судьба-то ведь, понимаете, распоряжается совсем по-другому, не так, как мы хотим. Я тоже думал, ну, наверное, я буду хорошим футболистом. Но вдруг я повредил себе коленку. Что-то у меня случилось с мениском, не знаю, то ли растянул я мышцы, ну, короче говоря, я начал хромать, и футбол мне пришлось бросить. Но тогда, тогда же, вот в школе, где я учился, я учился в 57-й школе Ростокинского, Сокольнического тогда района, потом он был Ростокинским, это на улице Мархлевского, и у нас стали там играть волейбол. Правда, у нас зал не очень соответствовал вот этому, вот этой игре, чтобы там она проходила, потому что не очень высокие потолки были, но все-таки мы умудрялись, и даже в таком, довольно низком зале, мы умудрялись играть, и у нас была хорошая команда. Я попробовал свои силы, но к тому времени уже нога меня не беспокоила, и у меня стало хорошо получаться вот в этой игре. Как раз в нападении я очень себя хорошо показал, и я стал играть за сборную школы. На первенстве района нашего, Сокольнического, мы выиграли, наша школа выиграла это первенство. Тогда меня, значит, включили в сборную района, причем главным нападающим уже, четвертым номером я играл. Ну вот, и мы выиграли первенство Москвы. Причем, я вам должен сказать, мы выиграли у района, где команда была очень сильная. По-моему, Бабушкин район такой был. Там играл знаменитый Владимир Савинов, потом один из самых больших волейболистов, и также Дмитрий Скворцов. Вот они играли за тот клуб. И мы легко их обыграли, вы понимаете. Тогда меня взяли и в сборную юношескую Москвы, где я играл главным нападающим. географию. я к чему это все рассказываю. Моя учеба в школе любил географию, я любил историю, любил литературу, зоологию, вот эти предметы, ботанику, это я все любил. А вот химия, физика и математика как-то мне не давались. я всегда по этим предметам отставал. И помню, когда я впервые попробовал свой голос, а это случилось в то время, когда я учился в восьмом классе. А почему я попробовал свой голос и как это произошло? Дело в том, что мои двое братьев Владимир и Евгений и обе сестры Анастасии и Галина, они имели приличные очень, на мой взгляд, голоса, даже хорошие по тембру. И они занимались у знаменитого в то время тенора. Он, правда, уже заканчивал свою карьеру, но это был соратник Собинова, соратник Шаляпина. Вместе с Шаляпином пел много спектаклей и здесь, в Москве, и в Петербурге, и за границей, в Париже. Вот Андрей Маркович Лобинский был такой тенор, знаменитый тенор. И вот дело в том, что когда Лобинский приезжал на гастроли в Сибирь, он всегда приходил к нам в гости. С ним как-то познакомился мой отец, пригласил его в гости и с тех пор, как только он приезжал на гастроли, он всегда бывал у нас в доме. И вот у него-то и стали заниматься мои братья и сестры. Ну, естественно, я слушал, что они поют. Ну, они пели всю оперную классику, пели и все классические романсы, и песни народные. А я, видимо, ну, по своей натуре, наверное, которые уже, знаете, эти способности, которые у меня были, конечно, от отца, от матери, у меня была хорошая музыкальная память, и я очень полюбил пение. Я, правда, еще пение любил тогда, когда мы у нас мы собирались в Иркутске, было какое-то праздничное застолье и пели русские народные песни. Ну, такие, как «Славное море, священный Байкал», «Глухой неведомый тайгою», «Ревела буря, дождь шумел», «Стень каразин» и так далее, и «Ноченьку», «Русские все песни». Я, знаете, как мальчишка, это мне так нравилось, я просто замирал и слушал, и думал, какая же красота. Вот вырасту, может быть, и я буду когда-нибудь петь, но я и не подозревал, что скоро скоро